здравствуйте ребята это очередное видео ни о чем впрочем как и все мои остальные видео ни о чем кому не интересно давайте до свидания правда я не думаю что сильно долго сильно длинным будет это видео мне всего лишь нужно проехать чуть чуть больше расстояние чем я езжу может быть обычно каждый день у моих друзей есть новости через два месяца вот как они приехали по грин карте по лотереи позавчера им пришли всем уже карточки уже именно эти самые зеленые карточки грин карты так что в общем то все документы все на руках правда и без них уже можно было устроить устраиваться на работу что в принципе уже и было сделано потому что показав визу со штампом с номером иностранца который всегда начинается с буквы и вы уже можете принципе устраиваться на работу это не страшно она все равно работает заменяет вам разрешение на работу ну а теперь уже есть настоящие настоящие карточки разрешения на работу но потому что грин карта она же является в том числе и разрешением на работу всегда говорили что через месяц приходят и опять знакомые подтверждают что обычно через месяц примерно приходит есть люди которые мне говорили что уже три-четыре месяца ждут кстати из тех кто смотрит этот канал по моему михаил зовут человека который мне писал то ли в миннесоте то ли в или ноисе вот кто-то из вас живет вы уж извините я не могу всех всех запомнить но я помню что вот кто-то из вас мне это писал что третьими третий или четвертый месяц вы ждете у вас какая-то видимо другая виза или вообще другой статус я не знаю но вот короче через два месяца пришли карточки карточка заявителя имеет статус она называется dv1 карточка жены заявителя ну супруга заявителя это может быть же и жена или муж карточка супруга заявителя имеет на у на ней написан статус dv2 а на карточке детей написано dv3 видимо таким образом они графически разделяют то есть сразу понятно когда ты смотришь на эту карточку то есть ты сразу можешь понять кто чья эта карточка главного заявителя либо супруга либо его детей то есть вот так он разделяется по категориям dv1 dv2 dv3 я не знал этого ну просто вот то что я увидел она же мне на адрес пришло то что я увидел это я делаю вывод что это вот такое вот интересное разделение происходит хочу сказать отдельное спасибо там имени нету но в общем тоже человек написал в комментариях что пять месяцев назад с российскими правами получил без экзамена по вождению а только по теории получил права и рассказал вот видите какая интересная вещь получается штат вроде бы один но все вот эти вот офисы dmv ну или они в нью-джерси почему-то mvc называется moto vehicle commission все вот эти вот офисы mvc они почему-то абсолютно разные вот куда ты поехал интересно вот этот джип ну выехал ты за стоп-линию ну и что ты что вот непонятно ну такие люди у нас тоже встречаются как видите мне чтобы стать рядом нет почему-то он выехал на стоп-линию так вот все вот эти отделения mvc у всех свои разные правила и человек мне сказал еще раз благодарю потому что я всю эту информацию передал и теперь они поедут туда именно в город лоди штат нью-джерси от нас ехать где-то около часа по моему до этого города примерно час может чуть меньше даже очень съездят они туда и есть надежда что все-таки с правами старого образца российскими им там выдадут американские нью-джерсийские права потому что там у них вроде бы тот каталог где графически показано нарисовано как выглядят права всех стран тот каталог у них более полный то есть в нем есть в том числе и старые образцы старого формата то есть там просто образцы ям если старый формат в том числе что это значит это значит что все таки наверное со старыми правами удастся получить права нью-джерси со старыми российскими правами старого образца что и будет сделано ближайшее время возможно даже завтра завтра это суббота то есть возможно даже в субботу но сейчас другого времени нет потому что уже люди работают с понедельника по пятницу еще конечно повезло что с понедельника по пятницу потому что мои первые работы были не с понедельника по пятницу хотя нет самой первой как раз было с понедельника по пятницу а вот когда ты попадаешь в аэропорт когда ты попадаешь вот в такое место которое работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю до трудно конечно работать в обычные для всех людей часы рабочие то есть всегда получается какая-то ерунда когда я начинал давно работать в аэропорту там я работал с трех дня до 11 вечера и это было насколько я помню по моему со среды по воскресенье но в общем короче можно было выбрать любые два дня будни но суббота воскресенье суббота воскресенье выходной был только у тех кто кто дольше всех там работал так ну ладно если ты не ешь я тогда поверну суббота воскресенье было больше именно у тех кто там работал давно потому что считается просто по по старшинству то есть в английском языке они здесь это называют seniority то есть когда есть подобная работа есть так называемый seniority list и он именно определяется кто раньше пришел на эту работу так вот кто раньше пришел у того больше прав как бы больше выбора но в принципе это же логично и в общем даже наверное можно сказать что это по-честному наверное так и должно быть чем ты старше тем у тебя больше выбора больше прав то есть когда если какое-то расписание делается для офиса для компании то сначала дают выбирать дни часы работы тем кто работает там дольше обычно это вообще обычная практика практически наверное всех работа всех работодателей всех компаний во всяком случае американских я не знаю как это делается в европе как это делается ну в той же россии там украине белоруссии я не знаю но здесь вот это делается так если у кого то есть желание рассказать как это делается у вас таких ситуациях ну расскажите в комментариях комментарии всегда адекватные комментарии всегда приветствуются так что пишите как вы знаете на комментарии я стараюсь отвечать если если мне есть чем ответить если я могу ответить на вопрос естественно когда начинают писать как уехать в америку нам или стоит стоит ли мне ехать в америку то такие комментарии приходится просто уже пропускать ну потому что но ну что я могу на это ответить только что-нибудь неадекватное так лучше я просто промолчу пусть уже люди не обижаются либо обижаются на молчании это наверное все таки лучше чем кого-то послать там куда-нибудь там так что пишите пишите всегда рад читать вашу писанину обычно писанины приходит многое опубликуешь видео идешь спать утром потом просыпаешься и куча там довольных недовольных согласных несогласных матершиных не матершиных комментариев ну естественно матершиные все отсеиваются автоматически в основном никому из вас не показываются поэтому в общем то вы можете видеть что комментарии все ну 99 наверно процентов комментариев под любыми роликами они все литературные сейчас я доеду до заправки у нас сейчас самая дешевая заправка это 7-11 она вот здесь вот находится на сто восемьдесят четвертой дороге у нее еще название как у улицы есть только я забыл название в общем недалеко у нас здесь от вал марта находится у нас самая дешевая заправка но она нормальная то есть я то есть она даже нет скажу так что самая дешевая она самая дешевая из тех на которые я не боюсь заезжать скажем так потому что есть совсем дешевые они называются там как-то дельта гидко еще чего-то каких-то вообще левый рейсуэй не знаю они мне не внушают никакого доверия потому что бензин на плохой бензин можно нарваться и в америке в том числе как я уже по моему рассказывал в каком-то видео наверное я повторюсь что один мой друг заправлялся на каких-то вот этих говнючих заправках очень дешевых и один раз он даже испугался потому что бензин у него на то же расстояние что он обычно проезжает бензина у него ушло гораздо больше и он еще говорит мне может быть у меня где-то протекает где-то может бензобак или чего нет в итоге он поехал на нормальную заправку когда сжег весь тот бензин залился и все у него стало в порядке опять опять на полный бак он мог проехать тоже расстояние как проезжала машина раньше значит бензин плохой попался ну а какой еще из этого может быть вывод если только один раз и только вот на один раз на такой заправке видимо он залил бензин такой что лучше его не заливать сэкономил называется лучше бы не экономил конечно вот она заправочка так у нас о 170 сегодня цена опа подешевел то бензин то был 184 когда в прошлый раз на неделю назад сюда приезжал на другой машине а теперь вот 170 ну это можно сказать почему бы нет это приятно ну ладно всего вам доброго хорошего настроения до свидания вот как я говорю вот такие у нас сегодня цены а еще более наглядно наверное видно вот здесь вот здесь